Пытаюсь их взоры Впереть вдаль за несколько лет В приевшийся Кухонный запах от кислой Капусты Не бьет по ноздрям С ароматом их будучи Склеп, сидят пригорюнились Дружно, каковом Несутся. Я не могу с первого раза это не прочитать. Я вот реально... Тихонич. Тут так вообще просто. Я не знаю. Потому и не прочитать, Что когда люди учились, Вы за бабами гонялись и мозги проблудились. Да, Игнать Тихонич, ну тут не в этом дело. Ну как с первого раза я могу Вот это все? Ну это просто нереально. Фу, так. Так, еще раз. Пытаюсь их взоры Впереть вдаль за несколько лет В приевшийся кухонный Запах от кислой капусты Не бьет по ноздрям С ароматом их будущий склеп Сидят, пригорюнились Дружно, каковом Несутся Тут хоть блуди, хоть не блуди Тут с первого раза Ну никто это, я говорю, даже левитам не осилит Ну реально, Игнать Тихонович, я реально говорю Простите меня, это факт Проникновение в душу человека Чтоб душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга «Открытым оком» 21 том Тема «Семья» Вопрос 3436 Раньше я слышала, что у венчанных разводов меньше Ну вот уже встретила несколько человек, которые венчались в православных храмах И опять им не пожилось Давно уже развелись Отчего так? Ответ Игнатия Лапкина От того, что они оба, может быть, были неверующими А только воцерковленными Кавычка То есть шкуру пытались подкрасить под вид верующего А более всего из-за неверия попов Которые не могут отличить живого от мертвого И венчают всех подряд Если было бы членство в церкви и батюшка знал своих То разве бы он стал обманывать Бога Называя неверующих рабами Божьими Вот всего лишь несколько выдержек из одного журнала Алтайская миссия Номер 4 2007 год Страницы с 9 по 11 Не церковный брак меньше, чем церковный Потому что в нем раскрывается весь потенциал семейных отношений В общем, вас как сатана тащит В нем не Да, да, да Сатана разведенных Пусть и из блудов Прошу прощения, Игнать Тут еще мелькают эти папки, которые Так, хорошо, сейчас перечитаю Не церковный брак меньше, чем церковный Потому что в нем не раскрывается весь потенциал семейных отношений В то же время и таинство венчания может стать профанацией для брачующихся Если они не понимают ни его смысла, ни своих обязанностей, ни прав Мы должны быть снисходительными к немощам других Чтобы вместе с ними восходить по духовной лестнице Суметь спуститься с высоты своей веры до низа Доверяя Богу свою половину для того, чтобы взойти Некоторые венчающиеся, неверующие Потом говорили Нечто произошло со мной Я увидел новый горизонт взаимоотношений человечества Я увидел новый вектор развития семьи Если венчанный брак расторгается Виноват в большей степени всегда муж Даже если была измена со стороны жены Это случилось из-за его невнимания Или по каким-то иным причинам В которых виноват муж Некий брат, только что женившийся Приехал на святую гору к старцу Между ними состоялся следующий разговор Батюшка, я женился Живите и преуспевайте Красивую ли жену взял? Красивую, батюшка Эээ, не будешь иметь награды от Бога Ээ, бедный, бедный Бог устраивает весь мир и не устроил тебя Христиане должны жениться на некрасивых женах Дабы утешились и они Не имея внешней телесной красоты, они некрасивые, имеют великую красоту внутреннюю. Они, бедняжки, видят, что не пристраиваются, плачут и отчаиваются, и склоняются к худшему. Если их не возьмете в жены вы, крепкие христиане, то кто их возьмет? Чего бы проще, открыл бы Библию, да и прочитал, что верующий не может жениться на неверующей. Другое дело, когда уже поженились, будучи неверующими. Женясь на некрасивых без любви, дело не поправить. Другое дело, если бы каждый брал по 40 некрасивых и на полном серьезе несут эту ахинею со святой горы те, кто вообще имеет нулевое понятие о браке. Характер некрасивый бывает еще более стервозный, более подлый, что и сам святой советчик косвенно подтвердил святой в кавычках. Говоря, что они избирают худшее, то есть начинают блудить беспробудно, что и видим почти на каждом шагу. Бывает, что красивая не оценила свой талант. Притча 11.22. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Второе Коринфянам 6.15. Какое соучастие верного с неверным? Матфея 10.16. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Первое Коринфянам 7.39. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. В Сирах 14.21. Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочестивым? Стихотворение. Покажу. Оба сникли. Их скрючило низко. Довел их до царства небесного к ручке. В глазах поволока, как будто с похмелья, любуются лезвием, взглядами ножны ласкают. А я им опять, чтобы в скорбь и в болезни не влезли, и вижу, как ластятся молча большие котята. Пытаясь их взоры впередь вдаль за несколько лет, в приевшийся кухонный запах от кислой капусты. Не бьет по ноздрям, с ароматом их будущий склеп. Сидят, пригорюнились, дружно, каковом несутся. Все лучшее оба, пылая, выносят на вид. Отмытый молвой биографии каждой особы, он к ней привыкал, и почти что семейно прилип. Стучит в ее дверь, ухватился со страхом за скобку. Толкую, безбрачие, по златоусту бесценно, сравнить его не с чем, куда уж с замужеством вашим. И с золотом смело его назовем по оценке, девством, как знаем, вселенский учитель украшен. Ну что ж, агитации зря надувал в паруса. Плывите к семейному счастью, не к передрягам. Смотрите, земные, не впасть бы с просонья в просаг. Так было со всеми, когда отгулявши возлягут. Отныне молитвою скорбной утешусь едва ли. Запало любви пусть надолго трудяги добудут. Двоих благовестников сходу до свадьбы теряем. Очаг и застолье с гостями не будет пусть скудным. Мои наставления скоро сотрутся и сгинут. А сам вас покинуть не смею в молитве не сонной. Трудясь для Христа, никогда не бывая один я, Желаю цунами пройти вам вершиной по кромке. 9 апреля 2007 года. Игла. Игнатий. Лапкин. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.